С каждым днём растёт число людей, попавших в сети интернет-мошенников, потерявших собственные сбережения. Кто-то по незнанию выкладывает свои данные на счёте, а кто-то и вовсе теряет свой паспорт. В результате некоторые даже не знают, что у них есть кредит на своё имя. Мы хотим нести так. Если будет доказано, что человек не оформил банки кредит, этот кредит у него аннулируется. Так же, как аннулируется микрокредит на финансовые организации. Мы этого добились. Мы прекратили все эти уголовные дела. Люди пошли в державском порядке и обращаются в суд. То есть у них кредит аннулируется. Это мы предлагаем сделать то же самое и с банками. То есть если докажется о том, что кто-то оформил на кого-то кредит, клиент добросовестно пришёл, сказал, что на меня оформили кредит. Так-так, если этот расследование будет установлено, то судебный порядок или какой-то будет у вас, будем с предложением через МД выходить, чтобы в какой-нибудь пункт у вас был, что этот кредит, грубо говоря, списывается. Причём тут клиент, если обманули банк. По мере увеличения количества платежей в интернете, всё больше желающих получить от этого прибыль и пополнить за счёт других людей свои карманы. Как часто граждане попадают в ловушку мошенников? Нет Шимкент, Каласнан, Нурсултан, Каласнан. Затем я заглянула в приложение Народного банка. За это время, помимо денег на билет, полностью сняли все 53 тысячи деньги, которые остались на моей карте. С тех пор нет ни билетов, ни денег. Сотрудники департамента полиции на системной основе проводят информационно-разъяснительные мероприятия. Иван Однорокум, Сандык Наурозбаева, Дідара Мирзак, Коксияк Парад.